Не каждому журавлю дано оседлать бегущего носорога, но каждый, кто назвал себя мастером, может показать парочку офигенных приемов. Привет, седовласые скорпионы! Вы на канале Мой Тай Си Кей, а я Федорович. Покажу вам рождение лучших фениксов в тени толстой жирафы. Первый мастер, с которым я вас познакомлю, вроде бы нормальный мужик. Его зовут Вик Лесли. Он основатель зала South Pole. У него даже на футболке написано, что это зал бокса и ММА. Но то, что он показывает, просто гениально. Да, все-таки не каждому осьминогу дано превратиться в лебедя. Если вы не поняли, это называется хвост аллигатора. Супернаработка, которую наш дедушка заставляет изучать всех учеников. Ну ладно, смотрим дальше. Может это какие-то подготовительные упражнения тибетских монахов. А сейчас мы увидим всю красоту бокса. Сейчас мы начнем с одной стороны бокса, но с одной стороны бокса. Это называется лисет или силхид. Продолжение следует... Святые бизоны сибирских прерий! Я всю жизнь занимался чем-то не тем и смотрел куда-то не туда. Никогда не видел, чтобы от двойки так легко уходили боксеры и бойцы ММА. Конечно, я понимаю, что слепому жуку не дано познать свободу парящей птицы. Но хоть кто-то же из бойцов в ринге или клетке должен был изучить эту технику. Я понимаю, что вы не готовы, но мы должны двигаться дальше. Заставим его внимание, ставим кинем, ринге и здоровая. Забавим для того, чтобы он прислали плать. И стремя, что двигается в цвет, что движется с Preferences К заметом. Взять кинем, чтобы он было в сердце. Смотрите, как он был. Смотрите, куда он был. Вот этот прием я обязательно возьму на вооружение. Только слепой слон, не видящий лежащего питона, может не взять себе на вооружение такой офигенный прием от бокового. Прикрылся, махнул рукой, повалил, аккуратненько, чтобы не стукнуть старыми костями, а пол прилег и сделал болевой на руку. Все, победа в кармане. Я долго думал, стоит ли вам показывать этих звездных убийств Манчжурских гор. Но не каждый крот может выдержать сияние небесного светила. Тот, кто не выдержит, того поглотит колесо сансары, а тот, кто выдержит, возродится в трое сильнее. Чик-чик. Ушел. Чик-чик. Ушел. Давай. Да ты ее болтаешь, ты ее болтаешь. Уходи от нее. Вот. Вот, вот, вот. Уходи от нее. Вот. Познание истины для бабочки приходит через смерть гусеницы. Поэтому ваше уважение пацанам я понимаю. Но вы зауважаете их еще больше, когда узнаете, что они готовы были бить самое святое, что для них есть на этой земле. Ради достижения высшей цели. Вы правильно догадались. В баклажке не вода, а самогон, который яростные драконы не выпили только для того, чтобы обрести силу духа и тела. Но думаю, после тренировки они этот пробел исправили. А сейчас одевайте костюмы из свинца или обмотайтесь фольгой. Потому что мастер, который сейчас вас будет поражать, может даже через экран уничтожить вас своей внутренней силой. Ау, пацаны! Вы еще здесь? Если вы еще живые и меня слышите, немедленно хватайте блокнот и записывайте все приемы, которые показал вам лысый мастер Староу. Ибо второго просмотра вы не переживете. Не каждая черепаха доживет до прилива океана. И не каждый злодей выживет, напав на вас. Но только в том случае, если вы изучите приемы следующего мастера. Как вам? Лучшее освобождение от удушающего приема, когда пьяная теща хочет наконец-то придушить безголового зятя. Берем две руки, заплетаем их в узел и ломаем в трех местах. Но то-то еще будет. Поняли, как все просто? Вас душат, бьют, избивают. А вы, как бабочка, перебивающая крылом хребет носорогу, легко, без напряга, берете этого чертяку за голову и хрясь. Перелом трех позвонков в пяти местах. Ну, для этого приема вам, конечно, сначала нужно будет пару лет покачать прессы-банки. Ну, как у нашего мастера. Чтобы с легкостью принимать удар в живот, а потом, схватив руку, сломать ее к пингвиням-чертям. Да и голову тоже можно открутить. Все равно тюрьма. Ну, а напоследок я хочу вам пожелать не иметь таких друзей, как в следующем видео. Ибо не каждый бегемот враг слону, а не каждый слон друг зайцу. Пишите в комментариях, какие приемы вы возьмете себе на вооружение. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже научатся уму-разум. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите научиться драться в домашних условиях или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.